Екатеринбург Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальный разговор» в студии ведущая Юлия Башкирцева. И как мы и обещали, сегодня так называемый презентационный час, где вы узнаете немало информации о том, как, в каком направлении будет работать наш телеканал. В марте 2005 года телекомпания переехала из Первоуральска в Екатеринбург, а с 1 июня перешла с 17-часового на круглосуточное вещание. В этом же году «Союз» стал первым конфессиональным СМИ, получившим лицензию на эфирное вещание в городе Миллионники. Как только телеканал начал спутниковое вещание, а произошло это летом 2005 года, раздался звонок от первого кабельного оператора. Тогда мы еще не знали, что обезвоженная почва будет так ждать живительной благодати Божьего Слова. Люди в разных городах России обращались к кабельным операторам с просьбами включить «Союз». Словно дождик пройдет, а после него удваивается количество городов, где вместе с «Союзом» читают утреннее и вечернее правило. Начался новый день, и мы поступим благоразумно, если начнем его с чтения утренних молитв. Молитва слов предписывает нам, став перед святыми образами, осенив себя крестным знамением во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Постоять немного молча, до тех пор, пока не придут в тишину все чувства, и уже затем начать молиться. Спустя два года канал вещал в кабельных сетях 250 городов России. В 2008 году миновал планку 400-го города. 2009 год завершился договором с 850-м кабельным оператором. Среди территорий вещания не только областные центры, но и две российские столицы – Москва и Санкт-Петербург. Из совершенно вот такого приходского, в общем-то, проекта, потом епархиального, мы выросли до просветительского проекта, который интересен всем вам, нашим зрителям, от Калининграда до Южно-Сахалинска и во многих странах других мира. Запрос общества на православный ликбез, конечно, и на сегодняшний день остается. Но дело уже далеко не только в нем. Прихожане российских храмов с 2005 года проделали значительный путь в своем воцерковлении. Да и о церкви сегодня рассказывают в той или иной степени многие. И все-таки на этом фоне у Союза есть свое узнаваемое лицо. Она способствует единству церкви. Я знаю, что передачу Союза смотрят православные верующие, духовенство нашей церкви, монашествующие в монастырях, в самых разных местах мира. Мне приходилось слышать отзывы о передачах телеканала «Союз» и на Украине, и в Белоруссии, и в Центральной Азии, и в Западной Европе, и даже в Японии, где его смотрят через интернет. Телеканал действительно давно воспринимается зрителями как российский общецерковный канал. Святейший Патриарх Кирилл на пресс-конференции в Калининграде высказал собственное осуждение на эту тему. Когда мы говорим православный канал, то мы имеем в виду, что это каналы, которые могут быть все-таки отличны друг от друга. А специфика, допустим, канала «Союз» — это освещение внутренних духовной жизни. И потребителями этого канала являются в основном люди высотравленные, которым интересно знать, где Патриарх, где он служит, с кем он встречается, какие события происходят. Программа «Первосвятитель», в которой зрители имеют возможность услышать проповеди первоиерарха Русской Православной Церкви, вызывает огромный интерес. Смотрят, очень многие смотрят и благодарят, что имеют возможность слышать нашего Патриарха, слышать нашего Первосвятителя, слышать его к нам обращение и что он от нас бы хотел. И, конечно, они слушают с вашим интересом и с желанием быть послушливым своему Первосвятителю, Святейшему Патриарху Кириллу. И вот Святейший Патриарх Кирилл очень современным языком призывает нас к тому, чтобы мы обратились вот к этим высоким ценностям христианских истин. Очень нравится, когда Кирилл отступает. Речь хорошая, и говорил он неплохо, мне он нравится. Молодежь больше пошла в церковь, его слушает молодежь. Я как преподаватель высшего учебного заведения знаю, что молодежь сейчас очень плохо ориентируется в базовых человеческих ценностях, и важно, чтобы кто-то взрослый, кто-то умудренный и авторитетный для них мог быть ими услышан. Сегодня телеканал рассказывает о событиях, происходящих в церковной жизни всей России. Зрители получают новости от Сахалина и Владивостока до Калининграда и Санкт-Петербурга, а от Мурманска и Архангельска до Барнаула и Иркутска. Из 69 епархий Московского Патриархата, находящихся на территории России, 30 регулярно сотрудничают с Союзом. И нашими союзниками в этом соработничестве становятся многие и многие архипастыри церкви. Именно их слов так часто ждут зрители, среди которых и миряне, и священнослужители. Хотелось бы слышать больше архиереев с площадки вашего канала, потому что архиерей – это носитель и богословских, и харизматических, и полноты, и ценностей. И это, можно сказать, это, как говорили святые отцы, полнота церкви именно в архиерейском служении. Свои программы и новостные сюжеты о текущей жизни нам присылают коллеги не только из епархий Русской Православной Церкви, но и также из епархий, находящихся за пределами нашей страны. Так, в 2009 году мы стали сотрудничать со многими православными журналистами, некоторыми приходами, а также духовными учебными заведениями Украины, Белоруссии, Казахстана.